МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на ТВ-21+. В студии Юрий Монаков и вот лишь некоторые темы выпуска. Поговорим о финансах. С 1 февраля в силу вступают несколько новых законов, регулирующих экономическую сферу. Еще один принят на рассмотрение областной думой. Кроме того, этим же законопроектом предполагается дать право Мурманской областной думе устанавливать запрет на распространение алкогольной продукции на территории всей Мурманской области. О самых важных нововведениях в начале выпуска. Совещание под землей. Мы вам, собственно, показали то, что мы планируем как раз к реализации. То есть это уже, можно сказать, продукт такой высокой степени готовности. Эксперты обсудили туристический потенциал шахты Каула-Касильваара. Кто стучится в дверь ко мне? Это избирком. Проект этот будет реализовываться с 17 февраля по 7 марта. Зачем сотрудники будут ходить в гости к северянам? Вместе с последним месяцем зимы к нам придут изменения в законодательстве. Многие касаются финансовой сферы, деятельности коллекторов, требований к банкам, сумм выплат россиянам. Подборку самых важных новшеств сделали мои коллеги. С 1 февраля размер некоторых пособий увеличится почти на 7,5%. В том числе материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты федеральным льготникам. Индексированы будут больше 40 выплат. Полный их список можно найти на сайте социального фонда. Вступят в силу поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками. К ним добавится связь через электронную почту и госуслуги. Однако общение через портал требует согласия заемщика. Звонки от роботизированной системы теперь приравнены к разговору с живым человеком. Кроме того, судебные приставы смогут контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по возврату долгов. Раньше исполнители могли проверять только работу коллекторских организаций. Банковские организации будут обязаны бесплатно сообщать клиентам, что у них заканчивается срок вклада. Раньше они делали это в добровольном порядке. С 27 февраля ужесточат требования к пищевым добавкам. Изменится перечень разрешенных веществ и препаратов, используемых при их приготовлении. Из последнего убрали 19 позиций и ввели 6 новых ингредиентов. Среди исключенных консерванты сарбат натрия, сарбат кальция, муравьиная кислота, подсластитель стевия. Кирилл Гальпиняк, ТВ21+. Правительство области может получить право ограничивать продажу алкоголя. Завтра законопроект обсудят на общем заседании Думы. А пока его рассмотрел комитет по финансам. Специалисты пояснили, у властей будет возможность запрещать распространение спиртсодержащих напитков в определенное время на определенных территориях. Если будет в том или ином населенном пункте региона криминогенная обстановка, ухудшение, либо какой-то чрезвычайной ситуации. Кроме того, этим же законопроектом предполагается дать право Мурманской областной думе устанавливать запрет на распространение алкогольной продукции на территории всей Мурманской области. В Центре управления регионом прошло первое в этом году заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов. Какие вопросы сегодня волнуют людей с ограниченными возможностями здоровья? В Мурманской области проживает 28 тысяч людей с ОВЗ. Из них больше трех тысяч – дети. Повышение уровня доступности культурных и общественных учреждений, привлечение внимания к взаимодействию органов опеки и попечительства с медицинскими организациями при оказании психиатрической помощи недееспособным гражданам, оказание стоматологической помощи – темы, которые действительно сегодня волнуют людей с инвалидностью. Уже подписан приказ о технических средствах реабилитации, которые по заявкам общественных организаций инвалидов, эти средства не входят в перечень федеральных, но они жизненно необходимы для людей, они помогают им жить, и поэтому мы традиционно собираем эту заявку, оформляем и передаем уже после закупок, передаем общественным организациям инвалидов. Кроме того, с 29 января начался прием заявок от муниципальных образований для участия в конкурсе «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов». Напомним, в прошлом году победителями конкурса стали «Апатиты» и выиграли 7 миллионов рублей. Денежные средства были реализованы в рамках адаптации объектов муниципальных учреждений, приобретения технических средств доступности и специализированного транспорта. Если мы возьмем другой пример, допустим, у нас есть мероприятие, связанное с организацией обучения сурдопереводу для государственных служащих, муниципальных служащих, сотрудников подведомственных учреждений, объем финансирования которого с 2023 года был увеличен в два раза по поручению губернатора Мурманской области Андрея Владимировича, мы понимаем, что денежных средств для реализации качественной достаточно. Но вот подход мы решили немного изменить и обсудить это в первую очередь с нашими общественными организациями, нашими главными экспертами и партнерами. По итогам реализации комплексной программы Мурманской области «Доступный север» в 2023 году был достигнут показатель в 74,4% объектов социальной инфраструктуры, доступных для граждан с инвалидностью. Эту цифру, несомненно, хотят увеличить. Юрий Монаков, Даниил Пугачев, ТВ21+. Губернатор встретился с жителями полярных «Зорь». Люди рассказали о самых проблемных местах города, нечищенных улицах и разрушающихся домах. Диалог с главой региона состоялся в актовом зале гимназии номер один. Местные жители пришли с довольно типичным набором вопросов и жалоб. Людей в основном волновали проблемы ЖКХ и здравоохранения. Губернатора указали на длинные очереди, на медицинские обследования и нехватку врачей. Не обошли и тему расселения аварийного жилья, в частности, кирпичного дома на проспекте Нивский. Дом перекошенный и трещина уже очень глубокая в доме. У них под туалетом, под раковинами, большие очень дырые. В кранах замерзает вода, а в палете замерзает вода. Андрей Чибис отметил, что сейчас идет расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. А пятиэтажка на Нивском такой статус получила в 2020-м. Пока речи о получении нового жилья не может быть. Однако, маневренный фонд должны предоставить. Я на контроль-то возьму, а Максим Олегович этим будет разбираться. После встречи с жителями Полярных Зорь Андрей Чибис без предупреждения заехал в Кандалакшу. Он проверил в первую очередь, как в городе очищают дороги от снега. С ситуацией губернатор остался доволен. Лада Егорова, Максим Чинкин, ТВ21+. Сегодня Андрей Чибис также без предупреждения проехал по Мурманску. Осмотрел дороги, дворы и тротуары. Выводы он опубликовал в своем телеграм-канале. По его мнению, спецслужбы справляются с задачей. После введения режима повышенной готовности там, где техники управляющих компаний оказалось недостаточно, на работу вышли машины у ДХ. Губернатор поручил до конца недели очистить весь город, убрать снег во дворах. Уже пятый день из-за сильной метели и штормового ветра остается закрытая дорога на Териберку. Все это время местные жители и туристы были заперты на берегу океана. Только сегодня удалось организовать автоколонны из Териберки и Туманного. В середине дня автомобили стартовали за снегоуборочной техникой от села до дороги Кола-Серебрянский ГЭС. Обратно проводка начнется в 10 вечера. Мурманск-Автодор обращается к водителям с просьбой строго придерживаться маршрута. По всем вопросам звонить в диспетчерскую службу. В Мурманской области завершается финальный этап программы «Открытая промышленность». На днях ее участники спустились под землю, чтобы провести стратегическую экспертную сессию в полевых условиях. Местом проведения страт-сессии стала шахта Каула-Кацельвара в Никеле. Кольская ГМК остановила в ней добычу руды, но планирует сохранить и перепрофилировать уникальное сооружение с большой историей. Сделать из него точку притяжения – достопримечательность нашего региона. Но от промышленного объекта до туристического – большой путь. И значительную его часть компания уже прошла. Мы вам, собственно, показали то, что мы планируем как раз к реализации. То есть это уже, можно сказать, продукт такой высокой степени готовности. Потому что мы до этого проводили достаточно большую работу совместно со специалистами из областного правительства. Это Министерство экономического развития, Комитет по туризму. Наш также созданный институт развития, Центр социальных проектов «Вторая школа». И вот сейчас вы, собственно, видите не начало работы, а результаты работы, которая шла в предыдущий год-полтора. Мурманская область присоединилась к программе «Открытая промышленность» в ноябре прошлого года. В регионе ее участниками стали 14 предприятий. От небольших производителей арктических деликатесов до гигантов индустрии Кольского Заполярья. Организатор – агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России. Сейчас команда региона проходит обучение, которое состоит из шести модулей, лекции, семинары, практические задания, домашние задания, тестирование. Буквально в следующем месяце, в начале следующего месяца обучение закончится. Ну и в дальнейшем уже можно будет обсуждать планы кампании. Будущие маршруты промышленного туризма должны быть вариативны, рассчитаны на людей разного возраста, возможностей и интересов. К примеру, одна из задач программы – повышение престижа рабочих и инженерных профессий среди юных северян. Базовый маршрут адаптируется, то есть меняются объекты показа, по-иному расставляются акценты, речевка пишется, сопроводительный текст экскурсии тоже по-другому. Безусловно, это несколько целевых групп. Одна из них, вот вы ее назвали, это молодежь. Для участников программы – возможность попасть на экскурсию в шахту, знакомство с интересным опытом. Для хозяев площадки – это продолжение большой работы. Впечатления и пожелания гостей, побывавших здесь в разное время, помогают создавать новый подземный турпродукт. К слову, первые тестовые экскурсии на Каулу планируют организовать уже в этом году. Петр Широбоков, Илья Комлев, ТВ21+. Вы смотрите новости на ТВ21+. Мы продолжаем. С середины февраля избирательная комиссия региона начнет новый этап информирования о способах голосования на выборах президента. Специалисты придут к северянам прямо домой. Отличить волонтера можно будет по специальному жилету с выборной символикой и бейджу, заверенному печатью. Члены избиркома ответят на все вопросы, касающиеся предстоящего голосования. Проект этот будет реализовываться с 17 февраля по 7 марта. То есть обязательно мы будем на подъездах размещать объявления, для того, чтобы граждане знали, что в эти дни к ним придут обходчики. Это в том числе и ведет именно на повышение активности и явки наших избирателей на избирательные участки, потому что они действительно будут понимать, что у них есть масса различных вариантов для того, чтобы они смогли проголосовать. Получить первый паспорт на борту первого атомного литокола. Такой шанс выпал мурманским школьникам в честь Дня первооткрывателя. Всероссийская акция «Мы, граждане России» проходит ежегодно. Детям вручают первые паспорта в торжественной и необычной обстановке. В этот раз события приурочили ко дню первооткрывателя. Это просто некий символизм для того, чтобы ребята чувствовали свою причастность к стране, к родине и понимали всю важность такого важного документа, как паспорт. В зале 26 ребят, их родители и преподаватели. Данил Курилов еще не осознает важности нового документа, но рад получить его на борту литокола «Ленин». Такая обстановка делает день уникальным. Чувствую ответственность. 14 лет – это, как я сказал, ход о взрослой жизни. Я буду отвечать за свои поступки, за свои слова, все, что я делаю. Мурманские школьники пообещали хранить верность России, быть достойными гражданами, защищать ее интересы, безопасность и независимость. О том, как велика и прекрасна наша страна, северянам рассказал почетный гость – геолог Ростислав Гайдовский. Расскажу молодежи про Арктику. Дело в том, что мы-то люди арктические, за полярным кругом живем. Так ребятам-то тоже надо где-то, я считаю, как не Мурманским-то двигаться вперед. По традиции, кроме паспорта, дети получили свою копию Конституции. Книга пригодится им и для общего развития. В Мурманске завершился региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди средних специальных учебных заведений. Участвовали шесть заполярных команд, но кто стал лучшей? Я побывал на финальном матче и готов познакомить вас с победителями. Студенты Мурманского индустриального колледжа забивают второй мяч ворота соперника с Северного колледжа физической культуры и спорта из Манчегорска и делают счет в финальном поединке 2-0. Казалось бы, победитель регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу среди СУЗов известен, но гости из города Металургов так просто не сдались. В финал не может быть в одну калитку. Боролась команда Манчегорска. Мы в том году в финале встретились. Нам чуть не повезло, по пенальти проиграли, но тоже игра была равная. Во втором тайме манчегорцы отставание сократили 2-1. До финального свистка считанные минуты сборная Северного колледжа физической культуры и спорта бросила все силы в атаку. Но оборона мурманской команды выдержала напор противника. Не хватило сыгранности на самом деле. Также, если сравнить с командой Мурманской индустриальной колледжей, то они подготовились, играли на мегаспорте. Нам этого не хватило. На своих ошибках, в принципе, играли. Достойный соперник тоже хорошую игру показал. Результат матча 2-1 в пользу мурманчан. Заветные медали, золотой кубок и звания сильнейшие студенты по мини-футболу у индустриального колледжа. В Мурманском легкотлетическом манеже прошел финал регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу среди профессиональных образовательных организаций. По результатам лучшая команда Мурманский индустриальный колледж отправится представлять Мурманскую область на северо-западный этап. Игры пройдут с 4 по 7 марта. Студенты-победители отмечают, что долго праздновать победу не будут и уже начнут серьезную подготовку к соревнованиям рангом выше. По итогам трех игровых дней третье место заняли студенты средней мореходки. Серебро отправилось в Манчегорский северный колледж физической культуры и спорта. Есть, конечно, у нас колледжи, которые пока что не дотягивают до какого-то такого прям высокого хорошего уровня игры. Но они участвуют, они стараются и мы как бы тоже их рады видеть в любом случае. По итогам турнира также были разыграны и индивидуальные награды. Лучшим вратарем был признан Иван Рыженков из Манчегорска, ключевым игроком обороны Евгений Карпов из Мурманского индустриального колледжа. Отличные способности в нападении, по мнению судей, показал футболист из сборной Рыбопромышленного колледжа Александр Пергунов. Ну а самым ценным игроком стал Юлий Буюров, который отметился дублем в финале состязаний. Юрий Монаков, Максим Кравченко, ТВ21+. За последние несколько лет российский рынок покинули свыше трех тысяч западных брендов. Вопрос, где приобрести качественную верхнюю одежду, встал перед северянами. Знаменитые европейские бренды приняли решение покинуть российский рынок. Среди них и норвежский производитель верхней одежды Бьорн Ларсен. Представители компании Орса Групп распродают остаток со склада по большим скидкам. Остаток ассортимента из России не вывезти. Что с ним делать? Дальше хранить на складах – это дорого. Остается единственный вариант – распродать его здесь, на территории России, со скидкой до 70%, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Аляски дубленки-пуховики – выбор моделей велик. Размерный ряд от 42 до 70. Вот, к примеру, женская облегченная дубленка. Выполненная из выпаренной тафтин-ковчины. Температурный режим выдерживает до минус 20. И самое примечательное – она двухсторонняя. То есть, если этой стороной, как шубкой вы носите, она вам надоела, можно вывернуть и носить еще на замшевую сторону, и будет смотреться вообще по-другому. Такая модель в магазине стоит около 60 тысяч рублей. На выставке ее можно приобрести вдвое дешевле. Мне очень нравится цвет, ощущение, мягкость. И вот я пока ходила, вся такая красная-красная, а как одела эту курточку, мне прям полегчало. Она дышит на мне. Ну и я в ней хорошо себя чувствую. Ну, а старенькую мы на шашлыки заберем. Купить верхнюю одежду по приятным ценам можно в Мурманске на трех торговых точках. В Ленинском округе отдел находится по адресу на улице Героев Североморцев, 45. В Первомайском – ТЦ «Гермес» на Баумана-3. Рядом со входом – фикс-прайс на втором этаже. Также проспект Кольский, 134, ТЦ «Форум» справа от МФЦ. Ориентир – воздушные шары. Часы работы с 10 до 20 со среды по воскресенье. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше от минус одного до плюс одного – мокрый снег. В Умбе – плюс один градус, будет идти мокрый снег. В Полярных Зорях до плюс одного градуса будут осадки в виде мокрого снега. В Апатитах – минус два градуса, снег. В Кировске – до минус двух градусов, мокрый снег. В Кавдоре – от нуля до минус двух градусов, будут осадки в виде мокрого снега. В Манчегорске – от минус одного до плюс одного градуса, мокрый снег. В Лавозере – ноль градусов, мокрый снег. В Оленигорске – до минус двух градусов, снег. В Никеле – ноль, плюс два градуса, будет мокрый снег. В Заполярном – до минус двух градусов, снег с дождем. В Североморске – 0, плюс 2 градуса, снег с дождем. В Мурманске – до плюс 2 градусов, будут осадки. Это были новости на ТВ21+. Для вас работал Юрий Монаков. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова